Ребята, здравствуйте! Следующая наша тема – это целые числа. Я предлагаю вам две основные задачи, а именно первая задача – это решить уравнение в целых числах, и вторая задача – текстовая. Разбираю несколько задач, все остальное вам предстоит решить самостоятельно. Итак, первая задача – решить в целых числах уравнения. Например, возьмем первое уравнение у в квадрате минус 2ху минус 2х равно 6 под буквой А. Итак, что же нам предстоит сделать? Ваша задача – привести данное выражение к произведению двух скобок. Причем не обязательно, чтобы в правой части у вас стоял 0. В правой части может стоять абсолютно любое число, в том числе отличное от 0. Итак, что мы в этом случае сделаем? у в квадрате минус 2ху оставим. Далее я прибавлю х в квадрате, и раз я прибавляю х в квадрате, значит, мне нужно его вычесть. Еще у меня имеется минус 2х, и еще я отниму единицу. Ну и раз я отнимаю единицу в левой части, в общем-то я могу в левой же части прибавить единичку, но могу схитрить, могу от шестерки отнять вот эту единицу, и от шестерки останется пятерка. То есть либо вы, например, 6 раскладываете как 1 плюс 5, единичку отправляете влево, или делаете так, как вам было бы удобно. Далее первые 3 слагаемых я могу свернуть в квадрат разности у и х. Минус следующие 3 слагаемых, учитывая, что здесь стоит знак минус, свернутся в квадрат суммы. Далее в первой скобке… Так, нет, не в первой скобке, теперь посмотрите на левую часть, и мы видим, что у нас разность квадратов. Значит, мы можем разность квадратов разложить на произведение двух скобок, а именно первая скобка у минус х минус х минус 1 умножить на у минус х плюс х плюс 1, и все это равно 5. Выполним преобразование. Первая скобка превратится в у минус 2х минус 1, вторая скобка в у плюс 1, и все это равно 5. Далее мы перейдем на совокупность, состоящую из нескольких систем. А именно, в каком случае произведение будет равно 5? Если, например, первая скобка равна 1, а вторая скобка равна 5. Или же если первая скобка равна минусу 1, а вторая скобка равна минусу 5. Или же третий вариант – первая скобка равна 5, а вторая – единицы. Или же первая скобка равна минусу 5, а вторая – минусу единицы. Дробное значение мы, конечно же, не рассматриваем. У нас с вами тема – целые числа. Запишем эту совокупность. Итак, записали данную совокупность, и ваша задача – просто решить все 4 системы. Первая система нам даст у, равный 4, тогда х будет равен 1. Из второй системы у равен минусу 6, тогда х будет равен минусу 3. Из третьей системы у равен 0, тогда х будет равен минусу 3. И из последней системы у равен минусу 2, тогда х равен 1. Все, мы с вами получили в ответе 4 пары. Теперь давайте рассмотрим пример под В. 35ху плюс 5х минус 7у равно 1. Итак, что здесь можно сделать? Например, из этих первых двух слагаемых можно вынести 5х, тогда у нас останется 7у плюс 1, минус… вот эту единичку мы перекинем влево, и у нас получится в скобках 7у плюс 1 равно 0. Значит, мы видим, у нас есть общий множитель 7у плюс 1, выносим его за скобку. И получаем в итоге произведение двух скобок, равное 0. В каком случае произведение равно 0, если хотя бы один из множителей равен 0? То есть мы получаем, что 7у плюс 1 равен 0, и 5х минус 1 равен 0. Отсюда получаем, что у равен минус 1 седьмой, а х равен 1 пятой. Какой мы делаем вывод? Что решения нету, потому что вам уравнение нужно решить в целых числах. То есть вам в итоге нужно получить в ответе целые значения х и у. Значит, в нашем случае, в нашем уравнении, пустое множество корней. Дальше следующее. Давайте рассмотрим под буквы Г. х в квадрате минус 3ху плюс 2у квадрат равно 3. Я вам здесь предлагаю 3ху разбить на ху и 2ху, учитывая знак минус. х квадрат минус 2ху минус ху плюс 2у квадрат. Тоже давайте разобьем, как у квадрат плюс у квадрат. Ну, а правую часть пока оставим такой. Дальше. х квадрат минус 2ху плюс у квадрат у нас свернется в х минус у в квадрате. Плюс из оставшихся слагаемых у можно вынести за скобку. И у нас получится у минус х равно все это 3. Значит, здесь мы можем спокойно поменять местами слагаемые без потери знака за счет того, что у нас скобка в квадрате. И вытаскиваем общий множитель за скобку. И у нас получается у минус х и еще плюс у, и все это равно 3. Итак, мы получили произведение двух скобок. у минус х на 2у минус х, все это равно 3. И снова мы здесь рассматриваем все возможные случаи. Тройку мы можем разбить на 1, 3, 3, 1 и на минус 1, минус 3 и минус 3, минус 1. Итак, получили мы вот такую совокупность из четырех систем. Но опять решаете любым из способов каждую систему. И в итоге у вас должно получиться 4 пары корней. Ребят, здесь решение полностью проделываете. Я это все у вас посмотрю. В итоге у вас в ответе должны получиться пары 1, 2, минус 5, минус 2, минус 1, минус 2 и 5, 2. Обязательно выполняем проверку своих ответов. Смотрим, все ли у нас пары будут удовлетворять нашему условию. В данном случае, да, все удовлетворяют. И давайте рассмотрим еще под буквы D уравнение. В этом случае нам будет удобно убрать знаменатель, то есть умножить обе части предлагаемого уравнения равенства на х, у. При этом не забываем, что у нас х отличен от 0 и у отличен от 0. То есть в случае, если у вас в ответе будут появляться такие значения, вы их должны будете убрать. Итак, у нас получается у минус х минус 1 равно xy. у минус xy минус х минус 1 равно 0. Из первых двух слагаемых можем вынести у, у нас останется 1 минус х, и плюс следующие два слагаемых мы просто собираем в одну скобку и меняем местами. Получится как раз-таки 1 минус х. 1 минус х выносим как общий множитель, и в итоге у нас получается произведение двух скобок. Так, стоп, здесь я допустила ошибку. Проверьте меня, пожалуйста. Здесь, если мы ставим знак плюс, тогда нам нужно, чтобы у единички тоже был знак плюс, тогда, ребят, мы можем схитрить. В правой части у нас получится двойка. То есть, если мы обратно сделаем 10, то у нас как раз-таки двоечка перенесется влево со знаком минус, и 1 плюс минус 2 даст нам минус единичку. Поэтому в данном случае у нас все-таки получится равенство 2, и снова мы будем иметь совокупность, состоящую из 4 систем. Итак, вот такая совокупность получается. Вот ее начало, вот конец. В итоге, опять-таки, решаем 4 системы. Здесь они очень простые. Итак, из первой системы мы получаем, что х равен 0, у равен 1. Из второй системы мы получаем, что х равен минус 1, у равен 0. Из третьей получаем х равен 2, у равен минус 3. И с четвертой х равен 3, а у равен минус 2. И обязательно проверяем, все ли результаты удовлетворяют нашему условию. Не все. Значит, вот эти два ответа в состав решения нашего не войдут. Не удовлетворяют, можете написать. Значит, в качестве ответа берем вот эти две пары. Следующая задача 2, 6. Найти четырехзначное число, являющееся точным квадратом, и такое, что его первые две цифры равны между собой, и последние две цифры тоже равны между собой. Ну, в общем виде мы это число можем записать, например, вот таким вот образом, b, b, a, a. Далее давайте мы разложим это число. Представим его как 1000 умноженное на b плюс 100b плюс 10a и плюс a. Давайте выполним преобразование. Значит, мы можем вынести 11 за скобку, и у нас останется 100b плюс a. Для того, чтобы данное число являлось еще точным квадратом какого-то числа, наверное, нужно, чтобы вот это произведение делилось на… За счет того, что оно уже делится на 11, нужно, чтобы вот эта скобочка тоже делилась на 11. То есть получаем 100b плюс a должно делиться на 11. Ну, а дальше вспоминаем первое наше занятие. 100b можно представить как 99b плюс b и плюс a. 99b плюс b плюс a – это все должно делиться на 11. И в каком случае наша сумма будет делиться на 11? Если вот эта сумма делится на 11. b плюс a должно делиться на 11. Ну, и здесь нас ждут следующие варианты. Это следующая пара чисел. Это 2, 9. Далее. 3, 8. 4, 7. 5, 6. 6, 5. 5, 7, 4. 8, 3. И 9, 2. Вы должны среди этих пар убрать ненужные, или же другими словами найти ту, которая будет удовлетворять нашему условию, чтобы получившееся четырехзначное число являлось точным квадратом. Делайте, проверяйте. Я вам, конечно же, здесь подскажу ответ. Это будет пара 7, 4. То есть число 7, 744 – это есть квадрат числа 88. Остальные варианты не подходят. Итак, ребята, оставшиеся задачи вы выполняете самостоятельно. Кроме задачи под буквы И в номере 2, 5. Эту задачу делать не нужно. Срок выполнения у вас в этот раз будет 2 недели. Пожалуйста, делайте. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...